А вот что вы скажете за Подоляка? Вот вы видели, какие интересные обзоры делает Подоляка. От Подоляка тоже показывают карту. У него как-то все по-другому. И что вы об этом думаете? А не хотите ли вы провести еще и совместный диспут с Подолякой? Сохранились. Первые, за время войны, первые обзоры этого замечательного аналитика Подоляки. Два дня. 26 и 27 февраля. Третий и четвертый день войны. Вот что он в эти два дня рассказывал. Смотрим на экран. Основные события происходили сегодня ночью в Киеве. Причем в основном с российскими войсками они никак не были связаны. Единственное, что сделала российская армия, это высадила тактический десант. Причем методом выброски с воздуха. И заняли аэродром в городе Василькоп. Я так понимаю, что в течение сегодняшнего дня ВДВ Российской Федерации будут охватывать город Киев с запада и юга. А с востока, судя по скорости продвижения войск, это сделают уже к концу дня сухопутные войска. То есть к концу сегодняшнего дня Киев будет полностью окружен. Причем я не знаю, что к тому моменту оставят от столицы вооруженные бабуины, которым вчера раздали более 20 тысяч автоматов. Если все будет развиваться таким образом и далее, то уже через несколько дней обозленные жители города еще попросят российскую армию войти в их город и зачистить его от бандитов. На самом деле после сегодняшней ночи можно уже констатировать, что никакого государства Украина по факту уже не существует. Аналог того, что существует на сегодняшний день, это гитлеровская Германия образца мая 1945 года. По формальным признакам государство еще там существовало, но по факту это был уже распадающийся недорейх, в который на сегодняшний момент превратилась в бандеровская Украина. Потому что важнейшей задачей на сегодняшний момент стоит задача блокирования, отрезания полностью основных сил ВСУ на Донбассе. Не дать им выйти из мешка. Потому что мои уважаемые зрители из Краматорска говорят, что сегодня целый день из Краматорска в район Доброполья идет техника, колонны за колонной. ВСУ пытаются выйти из мешка, понимая, что у них остались максимум сутки-двое, чтобы выйти из окружения. И, кстати, именно во второй половине дня началось основное продвижение российской бронеколон по Черниговской области, по югу Черниговской области. А еще началась зачистка Чернигова и очень серьезная активность российской группировки в районе Сумка. Также идет сообщение, что из Черниговской и Сумской области российская группировка постепенно разворачивается и движется, в первую очередь по направлению Киеву, ну и далее пытаются занять всю остальную территорию Восточной Украины, чтобы через несколько дней выйти на линию Днепра. И особняком здесь стоит Киев. В течение всего дня шло сосредоточение российской группировки, и я так понимаю, что в ближайшее время можно ожидать штурма города. Потому что взяв город Киев, российская армия уже может приводить к власти другое правительство, которое дальше будет перебирать рычаги управления страной в свои руки. Ну кто смотрел Россию-1, он уже эти новости в принципе почти все знает. Российские удары с севера и юга по окружению огромной донбасской группировки ВСУ не просто развиваются успешно, российская армия стремительно идет навстречу друг другу. Еще два часа назад было сообщение о том, что российские войска появились в Лозовой. И почти одновременно пришло сообщение о том, что российскую колонну заметили в районе Новониколаевки. То есть получается, российская колонна уже прошла по траверту Запорожья и пошла на северо-восток от него. Оставляя Запорожье на потом, закрываясь от него заслонами. И по состоянию на примерно пару часов назад между ударными группировками российских войск, которые идут навстречу друг друга, оставалось немногим более 100 километров. Либо сегодня к вечеру, либо завтра они сомкнут кольцо окружения вокруг огромной, подчеркиваю, группировки войск на Донбассе. Подавляющая часть лучших украинских войск на сегодняшний момент находится именно там. И это будет настоящая военная катастрофа для ВСУ. Посмотрели, да? Ну, есть замечательное, я очень люблю латинское выражение, sapienti sat, умному достаточному. Ну, а дураку я объясняю бестолку. Я от себя, да, был, и мне этого не говорили. Ну, если после этого что-то еще надо объяснять про то, кто такое и что такое подоляка, что это за проект, кто этот проект ведет, финансирует и продвигает. Ну, я думаю, больше уже ничего особенно добавлять и не надо. А если и надо, ссылочка будет. Ссылочка будет в описании к видео. Нашлись трудолюбивые люди. Не знаю, кто такие, но трудолюбивые ребята. Это они выложили в интернете, вот можете посмотреть, они провели несодержательный, несодержательный, а чисто математический анализ. Как там менялось количество подписчиков, как на этом канале человека, который ноунейм, который никому никак не известен, как там оказались какие-то миллионы подписчиков, когда это произошло. Какие там интересные комменты оставляются, как там по 500 лайков от одного аккаунта и так далее. Кому эти все вещи интересны, загляните в описании будет. Может ли один человек обмануть другого человека? Может ли человек стать жертвой обмана? Ну, я думаю, что правильно ответить в том, что всякого человека можно обмануть один раз. Если же человека обманывают постоянно на одном и том же месте, по одному и тому же поводу, и один и тот же обманщик. Ну, представьте себе, вот человек где-то там в привокзальном буфете, в каком-то киоске, лайки, купил пирожок с надписью «пирожок с мясом», а пирожок с дерьмом. Один раз может быть, еще не со всяким, но может быть с человеком, уставшим, спешащим, такое произойти может. Но если человек раз за разом, раз за разом, раз за разом, приходит именно в этот киоск, и один за другим покупает эти пирожки с мясом, и убедившись 10 или 20 раз, что это пирожки с дерьмом, на 21 раз пишет мне в комментах, Марк Семенович, а вот вы знаете, вот Подоляк вот вчера вот по этому поводу писал вот это. Вот это как, вот это вот правда или это неправда? Если человек в 21 раз приходит в этот киоск, то мое мнение, мое мнение, это не жертва обмана, это человек не жертва обмана, это просто говноед, говноед. В науке это называется копрофагия, такое есть красивое импортное слово, это просто говноед. Именно такие пирожки ему и нужны, именно за ними он туда и ходит, вот именно за ними он туда и ходит. Соответственно, те прекрасные люди, которые через два месяца после того, что наш Подоляк рассказывал, он или десятки других российских пропагандонов, мы же, Подоляка в данном случае для меня просто как наиболее яркий такой и примечательный пример. Человек, который на втором уже третьем месяце этой войны ходит слушать, что рассказывают российские пропагандоны, это не жертва обмана.